Почему этот передовой двигатель, созданный в СССР, сразу же запретили? Исследовательский труд в СССР очень ценили, в частности в технической сфере и проектировании машин. Существует много проектов авто, которые не поступили в массовое производство, и о них заговорили сегодня. Всем известно, что СССР делала упор своих разработок на военную промышленность, а все остальное уходило на второй план. В Советах существовали структуры, которые специализировались не только на ракетах военного назначения, но и на разработке технических машин для гражданского назначения. Одно из таких изобретений, которое получило название «Супермаховик», было запатентовано в 1964 году Нурбеем Гулия. Что еще за супермаховик и почему он получил такое название? Все дело в способности этого маховика накапливать кинетическую энергию в размере 1,8 мегаджоулей, 500 ватт в час, а его КПД составляет 98%. Так как ни одно изобретение не обходилось без внимания КГБ, супермаховик тоже был в воле зрения этих государственных органов. Конструкция изобретения была сделана из композитных материалов, что придавало ему легкость и прочность. Внешне он представлял из себя мотор-генератор. Когда устройство подключали к сети, оно заряжалось, а после отключения происходила отдача энергии. Тесты проходили с применением автомобилей и стационарных устройств. Как утверждал тогда изобретатель, супермаховик был способен обеспечить автомобилю до 2 миллионов километров с одной подзарядкой. С развалом СССР проект был рассекречен, а в 1997 году американцы провели исследование и доработку супермаховика. Устройство стало применяться в сфере энергетики. В ночное время маховики накапливают энергию, а в рабочее время ее отдают. Такая разработка позволяет обойтись без гидроаккумулирующих станций по стабилизации напряжения в энергосети города или даже целых регионов.